МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Импульс Севера". Продолжает обзор событий в студии Павел Прожогин. Здравствуйте. Ровно в полдень по московскому времени Владимир Путин официально вступил в должность президента Российской Федерации. Инаугурация состоялась в Большом Кремлевском дворце. Глава государства прибыл туда на президентском лимузине Ауры с кортежем мотоциклистов. С первым ударом курантов Владимир Путин прошел в Андреевский зал. Положив руку на Конституцию, он принес присягу главы государства. Поклялся уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, защищать суверенитет, независимость, целостность и безопасность государства. На инаугурации присутствовали представители всех ветвей власти, духовенства, общественные деятели. После официального вступления в должность глава государства поблагодарил граждан страны за оказанное доверие. Только что произнес слова президентской присяги. В ее тексте сконцентрирована суть высочайшего предназначения главы государства – беречь Россию и служить нашему народу. Понимаю, что это огромная честь, обязанность и священный долг. Именно это определяло смысл и содержание моей работы в предыдущие годы. Заверяю вас, что и впредь интересы, безопасность народа России будут для меня превыше всего. После вступления президента в должность правительство страны ушло в отставку. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Это стандартная процедура, теперь члены Кабмина продолжат исполнять свои обязанности с приставкой ИО. Нового главу Кабмина назначит президент после утверждения кандидатуры Госдумой. На ее внесение предусмотрено две недели, а потом будет сформирован новый состав правительства. Инаугурация президента России сегодня это главное политическое событие. В Новом Уренгое оно не оставило неравнодушным никого, включая детей. Вместе с учениками Арктического лицея церемонию вступления Владимира Путина в должность смотрел глава города. Так началась встреча Андрея Воронова с ребятами. А продолжилась она традиционной презентации, из которой школьники узнали, почему газовая столица – город будущего. Затем состоялось общение в уже привычном формате вопрос-ответ, как показал опыт общения городоначальника со школьниками и представителями педагогической и родительской общественности. Детей и взрослых волнуют самые разные вопросы, и они не упускают возможности задать их главе города. В топе, как всегда, строительство и благоустройство, новые локации для подростков, учеба в вузах по целевым направлениям, трудоустройство молодых специалистов, ценность таких встреч. Как уже неоднократно подчеркивал Андрей Воронов, в небанальном взгляде детей на перспективы развития и городские проблемы. И все мнения и пожелания администрация берет в работу. Большой объем работ предстоит выполнить на Таежной. Там уже закрыт участок от Ямальской до нового генподрядчика, компания Уренгой Дорстрой, приступил к демонтажу заборов, дорожных знаков, светофоров, убран тротуар и железобетонных плит, взамен которого появится новый, покрытый асфальтом. Но самая трудоемкая работа – переустройство инженерных сетей. Только после ее выполнения начнется укладка дорожного полотна. А дорога будет расширена до четырех полос, продуманные пути объезда для тех, кто проживает рядом с реконструируемыми участками. А для личных автомобилей – это дворы. Уже когда сойдет снег, мы посмотрим, если проезд будет требовать того, чтобы его улучшить, где-то выровнять, возможно, уложить какое-то твердое покрытие в виде плит. Мы это выполним. На данный момент мы готовимся к разбору сетей. То есть сейчас мы шурфим грунт для того, чтобы понять, где что пересекается. То есть много не указано в проекте сетей. Это сети связи, электрические какие-то подключения и так далее. В целом мы понимаем, какой объем работ перед нами предстоит. И чтобы вы тоже понимали, граждане, весь самый большой объем, он находится под землей, которой любая реконструкция улиц именно сопряжена с такими работами. То есть дорожное полотно, да, оно тоже требует определенных затрат временных, естественно, трудовых и так далее. Но именно все, что находится под землей, все сети, которые... А на данном участке они обновляются целиком и полностью и увеличиваются в диаметре, так как будут нести большую нагрузку. Поэтому здесь это сопряжено с большим временем, нежели устройство дорожного полотна. Продолжаем выпуск. Взаимоотношения провайдеров и управляющих компаний отрегулировал федеральный закон. Теперь поставщики связи могут размещать оборудование на многоквартирных домах без одобрения большинства жильцов. Взаимодействие провайдеров и управленцев многоэтажек обсудили в администрации нового Уренгоя. В совещании приняли участие глава города Андрей Воронов, замгубернатора, директора регионального департамента информационных технологий связи Константин Оболкин, а также представители операторов связи и управляек. О чем говорили и к чему пришли, сейчас расскажу. Задача сохранить качество связи, учесть интересы людей, поставщиков услуг и управляющих многоквартирными домами решена. Изменения в федеральном законе и жилищном кодексе расставили все точки и убрали лазейки во взаимоотношениях провайдеров и собственников общего имущества МКД. При наличии или намерении заключить договор с абонентом, проживающим в многоквартирном доме, должны быть предоставлены от управляющих компаний от ТСЖ доступ к домовому имуществу безвозмездно. Как это должно работать, заинтересованные стороны обсудили в администрации Нового Уренгоя. Глава города отметил, сейчас самое время привести эту инфраструктуру в надлежащий вид. В некоторых подъездах пучки кабелей различных провайдеров похожи на паутину. Эстетики это точно не добавляет. У нас впереди сезон капремонта, крыш, подъезды, запуск программы «Мой двор» очень серьезный, где в один период будут проводиться работы не только внутри двора, имеется в виду подъездные пути, площадки детские, но и капитальница, посадная часть и внутри подъездов. Поэтому это все срослось. Изменения в законодательстве теперь позволяют провайдерам беспрепятственно работать с оборудованием внутри подъездов. Теперь крупным поставщикам связи нужно согласовать действия и совместно избавить подъезды от хитросплетений проводов. На это, конечно, потребуется какое-то время, но план график после сегодняшней нашей встречи рабочей мы предоставим на согласование. С операторами, соответственно, состыкуем наш порядок действий. Если все как бы за, тогда пойдем по нему в 24-25 году. Постараемся сейчас уже составить в горизонте там не полугода, а хотя бы там, условно говоря, на полтора года. Город тоже идет навстречу поставщикам услуг связи. В частности, решается вопрос о прокладке кабелей под землей. Сейчас идет ревизия муниципальных сетей. Место под провода провайдеров там тоже предусмотрят. Воздушные линии должны уйти в прошлое. Я думаю, что в этом году мы сделаем пробные шаги по чистому небу. Мы потихоньку начнем все-таки сверху спускать вниз, хотя бы между микрорайонами. Ну и, соответственно, мы уже давно в лице ДГХ не выдаем никаких разрешений на перетяжки. Внутри можно, а между как бы не положено. Обустройство стоек под оборудование на крышах также берет на себя город. Работу увяжут с графиком ремонтом кровли. А разводка кабелей внутри подъездов уже задача операторов. Пожелание главы города не устраивать забор из кабель-каналов. Сделать все аккуратно и безопасно. Павел Прожогин, Данил Жиделев, Виктор Етленко, информационное агентство «Импульс Севера». Подискутировать пришлось не только взрослым, но и детям. Юные знаки разделились на команды и собрались в ДЭС на второй этап городской экологической акции «Голубая лента». В этом году ее посвятили птицам. Она стала частью проекта «Заповедный Ямал. Птицы Арктики». Игра прошла в формате квиза. Ребята считали количество насекомых, которые уничтожаются разными видами пернатых, поделились информацией о редких птицах Райнего Севера, сочиняли стихи и писали настоящими перьями. Между собой соперничали команды девяти школ города, которые успешно прошли первый этап в своих образовательных учреждениях. В финале, собравшись на одной площадке, ученики не только узнали много интересных научных фактов о пернатых, они познакомились с мифами коренных народов, где у птиц было свое священное значение. У коренных народов Севера тоже особое отношение к птицам. Вы готовились к марафону, и на многих ваших работах была изображена священная, такая мифологическая птица коренных народов Севера, которая называется Милей. Они стараются об этой птице вообще не говорить, потому что это птица, которая ее поведение, все зависит от ее настроения. То есть она может нести людям добро, а может принести и несчастье. И нецелы издали эту птицу из дерева и размещали ее на священной шерсть-семьзи, которая выступает из щума. Считалось, что шаманы, к верховному богу, их духов именно, поднимаются по этому шесту. Благодаря всестороннему развитию подрастающего поколения, большинство современных детей и экологичный и патриотичный всероссийский проект «Уроки мужества», призванный привить школьникам любовь к своей родине, успешно реализуется и в газовой столице. В преддверии Великого праздника Дня Победы школьники участвуют в патриотических акциях. Так, в 17-й школе старшеклассники проводят для более юных ребят исторический экскурс и флешмоб. На перемене они поют любимые песни времен Великой Отечественной войны. На этих уроках есть историческая справка, минута молчания обязательно, стихотворение такое, которое жизненное, важное, которое говорит о том, что это праздник со слезами на глазах, но это радостный праздник, потому что это долгожданная победа для всего нашего советского народа. В далеком 1941 году вся страна встала на защиту Отечества и смогла отстоять право на жизнь под мирным небом. В День Победы каждый из нас особенно ярко чувствует гордость за своих героических предков. Ямал-Кликовцы из детского сада «Метелица» подготовили свой подарок для героев. В День Победы Здравствуйте, наша победа! Слава победонастным воинам, отстоявшим честь, свободу и независимость нашей Родины! Еще тогда нас не было на свете, когда, гребев салют, из края в край, солдаты подарили вы планете Великий май, победанный май. Еще тогда нас не было на свете, когда в военной буре огневой Судьбу, решая будущих столетий, Вы бой вели, Священный бой! Еще тогда нас не было на свете, Когда до боя с победы вы пришли. Солдаты майя, Слава вам навеки! От всей земли! От всей земли! Благодарим, солдаты, Вас за жизнь, за детство и весну, За тишину, за мирный дом, За мир, в котором мы живем! Вся эта неделя на Ямале объявлена Неделей памяти. До 12 мая в городах-районах округа пройдет больше 400 патриотических мероприятий и акций. Одна из них – «Бессмертный полк». Она остается в онлайн-формате. Принять участие в федеральном проекте может каждый, кто знает историю своей семьи. Присоединиться просто. Для этого нужно опубликовать фото предков фронтовика в своих аккаунтах в соцсетях с рассказом о нем и с хэштегом «Наш бессмертный полк». О том, как еще можно принять участие в акции, вы узнаете на сайте проекта и из ролика, который сейчас увидите. Присоединяйтесь и участвуйте в новых форматах «Бессмертного полка». Празднично оформить портрет можно на сайте «Бессмертного полка России» полк.рф.ру Прикрепите портрет ветерана на заднее стекло автомобиля или разместите его на одежде, а 9 мая замените свой аватар в социальных сетях на портрет героя вашей семьи. Пусть в День Победы наши герои будут с нами. И к этому часу у меня все новости. Не переключайтесь. Пока.